Новое видео выходит каждый день в 20.00. Вы знаете, у меня на GTA Самп Ютубе присутствует немало врагов, а также присутствует немало, как мне кажется, друзей. Если врагов я пытаюсь всячески, категорически осуждать, то друзьям я пытаюсь по максимуму помогать во всевозможных ситуациях. То есть, если мы с человеком хорошо общаемся, то я без проблем ему помогу практически по любым вопросам. А по данным, которые мы сегодня будем обсуждать в данном ролике, уж тем более. Итак, давайте перед началом всего этого рассказа проведем небольшой ликбез. На Ютубе существует такие вот, знаете, два канала, абсолютно не связанные между собой. На первый взгляд, первый это Барон Гейм Коронос. Человек, так сказать, Олд Сампа делает там разнообразное летсплей, начиная, я не знаю, с 2012 или 2013 года, что-то наподобие того. И по сегодняшний день он до сих пор делает летсплей. Все, что изменилось с тех времен, это добавилось вебкамер с наихуевейшим хромакем. То есть, лучше бы ее вообще не было, чем она есть, но такая. И также присутствует такой человек на Ютубе, как Спайр. Он, знаете, тоже такой Олд. Там начинал с Майнкрафта, закончил сейчас стримами по Сампу. На Эволю ролеплей категорически осуждаю. Однако, его выбор, то есть, я же не могу ему запретить рекламировать Эволю. Просто, для меня считается, что если ты рекламируешь Эволю, то это, ну, полнейший зашкварь. Типа, блять, ну, это как мать свою продать в рабство, типа, или наподобие того. То есть, ну, прям, работать на Максимку Кудрявцеву, это пиздец. Однако, мы сегодня не про это. Так вот, дело в том, что Барон Гейм Коронос кинул такому человеку, как Спайро, Страйк. И всё произошло вот это вот от 9 апреля 2019 года. Я сейчас не буду говорить о том, поступил ли Барон Гейм Коронос хорошо, либо поступил ли он плохо. Хотя, поступил он как ебаная крыса, как, сука, просто мразь. То есть, кидать страйки на Ютубе, то есть, без разницы, GTA, Самп Ютуб, там, просто Ютуб, там, я не знаю, Лайфстайл, там, Летсплей, всё, что угодно. Кидать страйки, это поступок настоящей крысы. Во-первых, потому что это бессмысленно. Во-вторых, потому что ты доставляешь неудобства человеку. То есть, страйки, это такая ху... Я вообще считаю, что авторского права его не существует, в принципе. Вот даже могу привести пример. Мне недавно человек написал, мол, слушай, а можно я у тебя вот этого вот белого чувака, типа, чувака, который говорит на белом фоне, можно я себе, его себе в ролики возьму? Естественно, я ответил, что нет, потому что, типа, сделай своё, это же мой скин и так далее, который уже привязался ко мне, ну и, типа, наподобие того. Однако, если он всё-таки использует, я ничего не смогу ему сказать, кроме того, что я буду его хуесосить за это, это разумеется. И, то есть, авторское право это такое полнейшее говно. Дело в том, что у вас, ебаный GTA-самп-ютубер, не присутствует никаких вообще авторских прав. То есть, когда вы сняли ролик, да, безусловно, авторские права у вас на него имеются. Даже тут это достаточно спорно, потому что авторские права, их нужно регистрировать. Типа, блять, если вы снимаете какой-то летсплей, то вы же его снимаете на фоне игры, а игра вам не принадлежит, вы уже нарушили авторские права. То есть, это настолько маразм, что вам, в принципе, не принадлежит то, что вы делаете. То есть, после того, как вы залили ролик на YouTube, он является собственностью YouTube, и вам абсолютно не принадлежит. То есть, только YouTube решает, что с ним делать. Захочет, он его удалит по каким-нибудь своим правилам. Захочет, отключит монетизацию, захочет, скрутит просмотры. Вы нихуя ему не сможете сказать. То есть, потому что это YouTube. И после того, как вы залили ролик на YouTube, он становится собственностью YouTube. Ну, на полном серьезе. Если вы этого до сих пор не понимали, то, ну, мне вас крайне жалко. Так вот, поэтому, когда там твой ролик делает какой-то критический обзор на твой канал, либо на какой-то твой отдельный ролик, либо смотрит твои ролики на стриме, то есть, это не нарушает твои авторские права ни в коем случае. Даже по правилам YouTube, если так можно сказать в кавычках, разумеется, вот данная статья, она подпадает под добросовестное использование. То есть, подать страйк ты не можешь абсолютно... Ты не имеешь на это никаких моральных прав. Если ты подаешь страйк, то ты полный хуесос и еблан. И тупой даун. Ну, то есть, тебя можно охарактеризовать многими эпитетами, однако, блять, все подойдут к тебе. То есть, все, что угодно про тебя скажи, это все подойдет к тебе. Потому что, ну, это будет... Блять, нужно быть настолько тупым ебланом, что пиздец. В общем, ладно, я говорю об этом в каждом, наверное, ролике про страйк, когда, там, кидают страйк кому-нибудь моему дружку, другу, там, подруге и так далее. Я об этом всегда говорю, но думаю, что тут об этом тоже немаловажно будет сказать, чтобы вы вообще понимали, в чем суть дела и почему Барон Гейм Коронас, типа, еблан. Прям, ну, вот, полнейший еблан. На YouTube существует два типа страйков, которые вы можете себе получить. Первый, это нарушение авторских прав. Второе, это нарушение принципов сообщества. Нарушение авторских прав. Это когда вы недобросовестно используете чужой контент. Под пример недобросовестного использования могу вам привести такой пример, когда вы скачиваете ролик другого человека, допустим, клип какого-то популярного исполнителя, и перезаливаете его к себе на канал. Однако тут YouTube это тоже продумал, и у вас такое сделать не получится, потому что на YouTube существует такая система Content ID. Оно, вот, каким-то популярным деятелям позволяет прям за несколько долей секунд находить совпадение по контенту. И вы это не сможете никак сделать. То есть, Content ID тоже спорная вещь, я думаю, я об этом поговорю немного позже, однако ладно. И есть страйки за нарушение принципов сообщества. То есть, нарушение принципов сообщества, там настолько много правил, что тебя, по сути, могут забанить даже за мат. То есть, ну, на полном счете, за агрессивное поведение тебя вполне могут забанить. То есть, мой канал, он, в принципе, подлежит удалению. У меня в каждом ролике есть какое-то агрессивное поведение, и наподобие того. И то есть, за это спокойно можно удалить мой канал. Однако, до сегодняшнего времени, пока что он жив, живет, люди как бы подписываются. Я никого не заставляю, опять же, ну, люди подписываются. Так вот, страйки по принципам сообщества нам не особо интересны, потому что их вам присваивает сам YouTube. То есть, не какой-то рандомный челик, хотя он, в принципе, тоже может пожаловаться на ваш видеоролик, но чаще всего триггерит именно YouTube. Тем более, если ролик какой-то очень популярный, там, общедоступный и так далее. То есть, YouTube, там, практически моментально на это реагирует и так далее. Вот, но мы об этом поговорим как-нибудь потом, если вам, разумеется, будет это интерес. Сегодня мы поговорим с вами про авторские права. Что же это такое? То есть, страйк по авторским правам, я уже объяснил вам, что это такое. Это, допустим, когда вот перезаливают контент, чужой контент без каких-либо своих правок. То есть, даже если вы перезаливаете чей-то видос, но при этом озвучиваете там поверх него какие-нибудь комментарии свои, это уже добросовестное использование, это уже критика, это уже до вас не докопаться в целом. Однако, есть недобросовестные люди, которые подают страйки, вот, когда, там, используют какой-то контент, знаете, в критических целях. И это вот самое главное хуесосы. И я не хочу этим как-то гордиться или наподобие того, но я был одним, наверное, из первых самперов, которым кинули страйки. Причем, кинула луняша, как бы это ни было странно. Я думаю, люди знакомой ситуации об этом знают. И с тех пор я так конкретно, вот, вник в эту тему со страйками и сейчас образовываю по этому поводу всех, вот, таких людей. Людей, дружков, там, подруг и так далее, вот. И вы знаете, вот, да, разумеется, вам подают страйк, вот, по авторским правам, ваш ролик незамедлительно блоки. Ну, как незамедлительно, он проходит какую-то модерацию, вот этот вот страйк проверяют на наличие, там, вот этих вот всех контактных данных. Потому что при страйке нужно заполнить, там, вот этот вот адрес, полное фамилию, имя, отчество, там, по-моему, нет, паспортные данные, там, не на... В общем, всю основную информацию о тебе, вот, где живешь, там, фактическое место проживания, не по прописке, а вот именно фактическое место проживания, телефон и фамилия, имя, отчество, что-то наподобие того. Потом просят поставить электронную подпись, типа, путем ввода твоего полного фамилии, имени, имени, отчество, вот, и это служит как электронная подпись. Вот, и получается так, что вот ролик блокируется, ну, практически незамедлительно, в котором найдут вот этот вот разнообразный контент. И все это делается роботами, то есть никто вот вручную как-то это не рассматривает, просто поступило заявление, ну, типа, страйк о том, что найден похожий контент. И робот, типа, анализирует, ну, да, типа, заявитель такой-то, вроде бы, там, аудиодорожка совпадает и так далее. Все, это сразу же блокируется при входе, в аккаунт вам высвечивается сообщение о том, типа, прочитайте там авторские права и всякая прочая хуйня. Вот. Но в чем же тут дело, к чему же я вас все это время подводил? Дело в том, что в личном кабинете в творческой студии вы можете отправить встречное уведомление. И вот это самое интересное. Вы отправляете встречное уведомление, заполняете, опять же, те же самые поля, которые заполнял истец, который подавал этот самый страйк. Вот. И вся эта информация, опять-таки, моментально отправляется ему. То есть, все, тут Ютуб уже ничего не делает. Он все, он передал информацию, а тот человек информацию, неважно, прочитал он, не прочитал письмо, считается, что он ее получил, и у него есть 10 дней для того, чтобы подать заявление в суд и скинуть, вот, ответить на письмо Ютуба, вот, то, что заявление в суд подано, типа, заблокируйте ролик. В случае, если заявление в суд подается, это, в принципе, невозможно. То есть, вариант того, что на вас, блядь, подадут в суд сампер, или вообще в целом какой-нибудь Ютубер, то есть, это, блядь, один на миллиардное. То есть, только Давидыч за всю историю страйков подавал в суд на немагию. И то, в случае, если идет какое-то судебное разбирательство, то страйк вам снимают, однако ролик все равно остается удаленным. Вот. И, то есть, получается так, что если в течение 10 дней этот самый истец не подает в суд, то ролик автоматически разблокируется, то есть, без страйков для канала, то есть, все, ролик разблокирован, санкций для каналов никаких нету, то есть, что у истца, что у человека, который принимал этот самый страйк, санкций никаких нету. И, казалось бы, хэппи-энд, да, однако для истца, то есть, для барона в данном случае, это не особо хорошо, чтобы вы понимали, потому что по закону об авторских правах, ты вот можешь запросить данные человека, который подавал этот самый страйк. То есть, ты пишешь письмо Ютубу, говоришь, что вот хотелось бы сверить правильность введенных данных. Так как там тоже сидит робот, он, то есть, в автоматическом порядке отправляет все эти данные, то есть, даже не смотрит, что он там отправляет, отправляет все эти данные, которые там были, вот, и которые написал истец. Это все приходит человеку, который получает самый страйк, в данном случае это Спайра, и он такой смотрит, угу, так, заявитель Сергей Корон. И такой, типа, думает, блядь, что-то, что-то тут не сходится, вот, как-то странно, что у славянина, казалось бы, такая фамилия какая-то, знаете ли, американская. И, в данном случае, истец, он говорит, что, типа, ну, у меня есть подозрение на то, что, вот, человек, который подавал страйк, указал неверные данные и просто захотел, то есть, тем самым подпортить мою репутацию, наподобие того. В общем, дело в том, что подается еще одно какое-то заявление, апелляция, вот, обычно это, то есть, в случае с Ангелом Касадой, ему, по-моему, от Сенсета ничего не пришло, или он там запросил, и ему пришло, наподобие того, что-то было, вот. Однако, то есть, ты можешь попросить на самом деле, то есть, чтобы Ютуб уточнил у истца, вот, конкретно свои данные, он, по-моему, просит предоставить фотку паспорта или наподобие того. А если не предоставляют фотку паспорта, вот, именно истец, который подавал страйк, вот, то, значит, типа, по-моему, там что-то до блокировки канала, по-моему, пожизненной доходит вот эта вся хуйня. То есть, все ссылки на статьи по этому поводу я оставлю в описании, сможете сами почитать. Опять же, мне полноценно доверять нельзя, это просто то, как я понял, потому что мне пришла вот вся информация по луняше. То есть, когда у меня был страйк от неё, я написал встречное уведомление, ей пришла моя информация, мне пришла её информация. Она мою информацию слила, а её информация у меня до сих пор хранится на почтовом ящике, вот. То есть, я никому её не сливал, там, даже каким-то друзьям не рассказывал. То есть, ну, просто я рассказывал, что вот у меня есть информация луняша, однако я это сливать не буду, потому что, ну, что это, блядь, решит, что это изменит. То есть, я просто буду ебаной мразью. Поэтому, барон, для тебя всё хуёй, единственное, что я сейчас могу порекомендовать барону, если он досмотрел до этого момента ролик. Отзываешь страйк, у тебя там есть такая кнопочка в личном кабинете, отозвать, ну, не в личном кабинете, а где-то у тебя там есть такая кнопка, отозвать страйк. Извиняешься перед Спайро, перед Андреем, и, наверное, он тебя простит, и всё для тебя обойдётся. В общем, ладно. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика, ссылку на все материалы на видео Спайро по этому поводу я оставлю в описании. Всем спасибо, всем пока.